Привет, друзья, меня зовут София, и сегодня я вам расскажу, как открыть счет в банке, если у вас нет документов. Если вы перешли границу через Мексику, у вас забрали паспорта, и вы не можете открыть счет в банке, то да, это беда, потому что в США практически все пользуются безналичными оплатами услуг. Что в этом случае нужно сделать? Во-первых, нужно обратиться в свой айс-офис и попробовать у них попросить паспорта обратно. Чаще всего они пойдут вам на уступки, но с определенными условиями, типа а-ля верните паспорта через неделю, как только завершите свои дела и так далее и тому подобное. Если у вас забрали паспорта, то, пожалуйста, будьте уверены, что прежде чем вы перейдете границу, у вас есть заламинированная копия своих паспортов. Это очень часто помогает в банках. Далее вы можете также у своих айс-офицеров попросить форму I-94, чтобы они вам ее дали, и при помощи этой формы тоже можно открыть счет в банке. Когда вы разговариваете с представителем банка, ведите себя как эксперт в этом вопросе, потому что чаще всего сами представители банка не усведомлены и не осведомлены о том, какие услуги и какие транзакции может проводить банк для нерезидентов США, потому что они с этим часто не сталкиваются. И когда вы открываете счет как новоприбывший, скорее всего, ваш счет сначала будет как нерезидента США, нерезидента какого-либо того или иного штата, а просто как туриста. То есть любой человек может открыть счет в банке Америки, когда он приедет сюда. А если все-таки у вас не получается открыть счет в банке и вам нужно тратить ваши наличные деньги, то в таких магазинах, как Walmart, есть refillable cards. Они вам заменяют типа банк, вы можете каждый раз класть на счет этой карты деньги. Но как бы в одно и то же время это не считается банком, вы у них не можете брать кредитную карту и так далее. Также очень сильно помогает услуга PayPal, у них есть услуга дебетовая карта и также PayPal через определенное время может вам открывать кредитную линию. На сегодня это все, я надеюсь, что эта информация вам была полезной. Спасибо, всего доброго.